Молитва Анны И встала Анна после того, как они ели и пили в селоме, и стала пред Господом. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря, Господи всемогущий Боже, Савааф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, Не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то и отдам его Господу в дар на все дни жизни его. И вина, и секера не будет он пить, и бритва не коснется головы его. Между тем, как она долго молилась пред Господом, Или смотрел на уста ее, и, как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Или ищел ее пьяную. И сказала Или, да коли ты будешь пьяная, вытрезвись от вина твоего, и иди от лица Господня. И отвечала Анна, и сказала, нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом, не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе. И отвечал Или и сказал, иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просил у него. Она же сказала, да найдет раба твоя милость в очах твоих. И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не лоры печально, как прежде. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Субтитры создавал DimaTorzok